так ну что здравствуйте друзья сегодня мы хотим снять наш очередной тест-драйв светового оборудования у нас сегодня три Тиарекса и каждый из них имеет огромное количество апгрейдов по свету и очень много новых интересных решений которые бы мы хотели сравнить вообще сегодня в темное время суток какая лампа лучше светит какая ярче какая дальше и как вообще они можно их поставить на Тиарексе каждый повторюсь из автомобилей имеет свой набор светового оборудования а свет это всегда самое важное когда люди заказывают тюнинг и поэтому мы сегодня вам обязательно протестируем здесь самые дорогие самые доверяемые производители это это Баха Лайт это Риджид Лайт и это Путка Лайт еще у нас появился вот три компании мы сейчас начинаем работать 4 скоро она тоже появится у нас в инвентурии вот это сегодня мы вам и покажем давайте начнем мы Субтитры сделал DimaTorzok Тьмы мы не нашли, а там где кромешная тьма, там нету каких-то больших расстояний, поэтому будем как бы вот то, что есть, но я думаю, что все равно показательно. Начнем мы с маленькой лампы, которую мы повесили под надписью REM на решетку радиатора, это у нас путка light, 20 дюймов лампа, совершенно она не выделяется, с чехлом как будто вообще ее нету, вот, и давайте посмотрим, насколько она вообще эффективна. Вот сейчас у нас ближний свет горит, конечно, подсвечивают фонари сильно, но вот мы ее сейчас попробуем включим. Вот видите, сколько, какой огромный прирост света от маленькой 20-дюймовой балки. Еще раз, вот вы видите наш свет, это штатный свет, и мы включаем нашу балку. Так-то оно, в принципе, довольно-таки наглядно. И смотрите, оно и вширь, и вдаль, то есть мы подсветили его до крыши прямо, и насколько расширился спектр. А теперь мы включим нашу балку, которая наверху, это 5 лампочек от RIDGID 360. Три средних лампы у нас дальний свет, две крайних, это у нас рассеивающие. Но работают они от одной кнопки. Ну-ка, бум. Ну, дальний вообще убил конкретно. У нас там, мне кажется, и выше деревья даже засветилось. И такой узкий получился пучок, да, рассеивающий. Ну, в общем, вот такой вот у нас прирост. То есть вам, ну, то, что у вас наверху, это однозначно где-то только оффроуд, а вот эту балочку вы можете где-то и за городом при плохой видимости тоже врубить. Но главное успеть выключить для водителя. Так, а что у нас здесь еще? Это свет по бокам. Включаю боковые. Ну, увидите тоже, насколько маленькая лампочка дает огромный прирост света. Так, ну, а задний свет мы подключили на задние передачи. И вот при включении задней передачи вы видите, как освещено у нас сзади. Следующая наша машина. Здесь у нас немножко другой набор. Начнем мы, наверное, с бампера. В бампере у нас три LP6, баха-фары, и они работают у нас ближний-дальний. Давайте-ка мы сейчас попробуем. Вот у нас сейчас штатный свет горит. И добавим ближний свет. Ну, вы видите, очень такое яркое у нас получилось пятно. И широкое. Теперь вырубаем ближний. Включаем дальний. А, ну да, есть. Вот если глядя на стену, то, конечно, его видно. Я надеюсь, может, сверху будет видно ширина пятна. Но вообще производитель декларирует 120 градусов ширину светового пучка на этих фарах. То есть она должна быть очень широкая. И вот, смотрите, дальний уже мы осветили практически половину стены. И у нас есть здесь еще противотуманки. Они встроены тоже в бампер. И это противотуманки такие, с которыми вы можете ездить на дорогах общего пользования. Сейчас мы их выключили. Вот мы их включили. Ну, то есть вы видите, на самом деле, дальности, ну, как такового, сильно нет. Но они хорошо вот прямо недалеко от машины и очень широко подсвечивают. То есть, в принципе, то, что нужно у нас в тумане. Вот. Ну, да, даже значки, отражающие на стенах, все равно срабатывают. Ну, а так буквально метров 40, наверное, 30 дальности. Но полезная очень вещь. Вот как раз в тумане это будет то, что нужно. У нас две лампы на капоте. Это не лазеры, это XL, но они тоже мощные, эти, по-моему, XL Pro стоят. Давайте-ка посмотрим их работу. Бум! Очень мощный пучок. Вот если сравнить их и, допустим, дальние. Ну. Здесь, наверное, больше такой узкий пучок, и их можно немножко поднять, и он будет дальше, чем бампер. А в бампере он прямо рассеивающе дальнее. Так, ну, а теперь нашу верхнюю лампу. Здесь у нас отдельный включатель. Оно тоже пошло вверх. А вот так вот. Бум! Ну, то есть мы видим, откуда она начинается. И вот, какого у нас. Конечно, не хватает нам расстояния, но вот деревья за зданием, мы видим, освещаются. Тут куча совмещенных всяких ближний, дальний, рассеивающих все в одной лампе. Это 50-дюймовая балка адапт, которая может работать в адаптивном режиме, то есть в зависимости от скорости. Либо сужать, либо расширять свой пучок. Либо вот в таком положении она просто на максимум включена. Есть. Так, еще у нас интересная лампа сзади. Это 30-дюймовая балка. Мы ее не раз использовали. Она работает с различными режимами. И габариты, и повороты, и задний ход. Посмотрите, сколько она дает света при заднем ходе. И стоп. Гуд. В общем, вот очень полезная лампа. Вот это как бы лампа, которая предназначена, вот именно вешается сзади машины. Клиент хотел ту Риджит, которую мы ставили, которая там красный, желтый, зеленый, величита, но ее не было. И мы поставили вот эту Баха, но она, конечно, может не пользоваться таким огромным набором мигалок. Но все, что вам нужно, вы все в ней имеете. Наша подсветка под ней еще. Вот так мы ее включим. Такого же цвета под дно мы поставили подсветку на подножке. Видите, как ярко она загорается. Но еще очень полезная опция. Вот наш третий оборудованный TRX. Здесь у нас тоже много очень света, причем даже вот такой съемный свет, как адапт 30-ти дюймовый. Начнем мы с самой нашей нижней фары. Это, которая расположена в бампере. Там у нас 20-дюймовая балка Баха со смешанным светом. Там и дальний, и рассеивающий. Ну и вот как раз давайте-ка мы ее сейчас и проверим. Бум! Ее, конечно, тоже надо бы подрегулировать. Вот она у нас, можно сказать, светит прямо в пол. Но даже вот как бы с ней, ну мы видим, стена у нас ярко очень осветилась. Может быть, я и не прав. Вот смотрите, какой прирост света вам дает всего лишь 20-дюймовая балка. И это в темноте выглядит вообще просто сумасшедше. Дальше. Следующие это у нас наши лазеры на капоте. Мы уже их вам показывали не раз. Но вот еще раз хотим продемонстрировать. Немножко они тут у нас разрегулированы. Левый у нас в пол ударил. Но вот смотрите, что творит правый. Какой пучок на стене. И представьте, сколько он еще может даль светить. Мы сейчас его переместим в локейшн. Покажем. Так, теперь у нас свет на капоте. Ну-ка. Так, вот это у нас самый, по-моему, узкий свет. И вот таким вот макаром мы расширяемся. Давайте-ка мы сейчас выключим родной. И еще раз сузимся. Вот вы видите, как он у нас сужается. Ну, вот так вот у нас работает наш адаптер. Так, задний свет у нас. Ага, вот он. Вот у нас включение заднего света. Ну что, теперь давайте попробуем туда посветить и поосравнивать. Так, ну что, сейчас мы проверим эффективность наших балок над крышей. И повключаем по очереди. Для начала включу я свою большую на 360, которая ринчет. Ну, вот вы видите, как все осветилось. Вон верхушки деревьев, не самых этих, но очень далеко. Сейчас я выключаю, Димка, ты включаешь. Давай. Бум! Вот это, мне кажется, еще дальше, да? Просто смерть моя. Ну-ка, выключай. Теперь Виталик. О, тоже классно. Несмотря на то, что она ниже и меньше, но вот тоже такой большой прирост света. Ну-ка, я добавлю. У меня она как-то больше по всему. Бум! Да! Вот такие вот у нас подсветки. Я бы сказал, наши примерно. Сейчас еще раз подожди, ну-ка. Отойдем. Бам! Как-то почетче, да? Да, у нас приняли. Ну, что можно сказать, что вот в данном состязании у нас выиграла, которая адапт, 50-дюймовая балка без бэкграунд-подсветки. У нее, конечно, самый дальний свет. Может, 360 и пошире немножко дает света. Но настолько удален, он все равно не свечает. Хотя прирост огромный. Вот так. Ну-ка. Все, дай-ка я. Не, у меня она такая нечеткая. У тебя, ну-ка. Бам! Все, она прямо загорелась. Так. Виталий, а ну-ка включи, выключи свою. Включи, выключи. Тоже хорошо дает. Еще раз, еще раз. Ну, что можно сказать. По, конечно, эффективности, вот эта адапт 50-дюймовая, она просто побила все рекорды. Удобство вот этой 30-дюймового адапта, то, что она, как говорится, может менять свои пучки. И, в принципе, самым узким пучком она сравнима вот с нашими фарами у меня на крыше. Это 360, который дальний и рассеивающий. Наверное, у меня пора более широкий пучок получается. Но победителем в любом случае у нас, у нас это 57-дюймовый адапт. А сейчас мы сравним. Так, я свой выключаю полностью. Мы поставили Excel Pro. Ну, и вот давайте сейчас вот включим, как она даст нам. Ну, увидите, насколько огромный прирост в дальнем свете. Ну-ка, теперь выключи их и просто сделай дальний заводской. Так, выключай. А теперь наш этот на капоте. Ну, здесь у нас света больше. Дальше. Но, опять же, они немножко не отрегулированы. Их надо поднять маленько выше. Вот. А теперь мы сравним эти фары с лазерами. Фарами на такой же машине на капоте. Ну-ка, Витальд, ты теперь... Нет, оставьте его. Бам! Вот смотрите, что творит лазер. Тут тоже надо подрегулировать. Они у нас немножко даже перекрестились. Но вот тот правый лазер, вы видите, куда ушел в елке далеко. А левый водительский, он побольше по одну стиле. То есть надо, конечно, правильно отрегулировать. Но силу вообще лазеров, конечно, ты сразу ощущаешь. Вот он. Прям виден весь пучок. Его протяженность прямо офигенно. Все? Гуд. Так, ну что, друзья. Мы сегодня провели интересный тест. Много света, много разных ламп. Все дорогие и все, которые у нас ставятся на наши проекты основные. Мы постарались сегодня показать работу каждой из этих ламп. Я думаю, вам это было интересно, наглядно. И вот то, что у нас это в руках, и позволяет посмотреть и показать вам, как это все работает. Пишите ваши комментарии. Очень интересно, что вы думаете об этом тесте. Они для нас еще необычны до сих пор. Все вопросы по покупке автомобиля, доукомплектации его, покупке дополнительных аксессуаров. Все контакты в описании. Пожалуйста, обращайтесь. Все, до свидания. Продолжение следует.